Педагоги не попадут под сокращение, оптимизация коснется лишь управленцев и обслуживающего персонала. Но при этом трудовые права каждого будут учтены. Руководитель Минобранауки Наталья Якимова во время прямой линии на Юргане дала разъяснение, кого коснется оптимизация муниципальных образовательных организаций в Ухте. Напомним, чуть ранее в социальных сетях обеспокоенные родители опубликовали информацию о том, что под сокращение попали работники школ, детских садов и детской школы искусств Ухты. В ответ мэрия Ухты разместила пояснение. Планируется оптимизировать численность административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала. Из 236 человек сокращению подлежат 13 ставок в общеобразовательных организациях, 4,5 ставки в детских садах и полставки в учреждениях доп. образования. Если мы посмотрим в сам приказ и в документы, которые приняты на уровне администрации Ухты, то сокращается административно-управленческий персонал, педагогический персонал не сокращается, и это пока недопустимо, потому что то качество образования, которое на всех уровнях показывали школы, детские сады Ухты, оно высокое, и, конечно, нам нельзя допустить, чтобы какие-то процессы, в том числе по оптимизации, повлияли на качество образования. Здесь я просто связывалась, конечно же, сразу с начальником управления образования Ухты, и рекомендовали еще раз объективно, доступно выйти в коллективы, те коллективы, в которые затронут эти процессы, и еще раз проговорить и объяснить. Министр пояснила, ставки будут сокращены за счет перераспределения нагрузки и выхода специалистов на пенсию. Сокращение не коснуться педагогического состава. Работа по оптимизации бюджетных расходов во всех муниципалитетах республики, в частности и в Ухте, проводится с 2014 года. В рамках программы оздоровления муниципальных финансов это связано в первую очередь с ежегодным снижением численности детей дошкольного возраста.